Сделать важный шаг к пониманию, как и в каких направлениях должен развиваться современный Тольятти. Такую задачу поставил перед собой международный воркшоп «Ребрендинг Тольятти». Три дня эксперты в области урбанистики, представители общественности и бизнеса, студенты и преподаватели опорного Тольяттинского государственного университета активно работали над определением потенциальных точек роста для всего города. Организаторы воркшопа – Центр урбанистики и стратегического развития территорий и Центр стратегических инициатив Тольяттинского госуниверситета. Одним из модераторов выступила Ирина Оржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров. Тема брендирования – это вообще такой венчурный проект отнюдь не со стопроцентной гарантией того, что проект сработает на 100% и можно получить те ожидаемые результаты по возврату или по притоку инвестиций людей, туристов, на которые вначале можно рассчитывать. Но, тем не менее, это долгий процесс, и Тольятти сегодня начинает этот разговор. Мне очень приятно, что этот разговор инициирует Тольяттинский государственный университет, вернее, Центр урбанистики и стратегического развития территорий. Это специальное подразделение, созданное для такого более полного и более контактного взаимодействия с регионом. Ребрендинг территорий сегодня – это одно из актуальных направлений стратегического развития городов и регионов в России и во всем мире. Дискуссии и мозговые штурмы, открытые лекции и групповая работа – в таком режиме прошли три дня воркшопа «Ребрендинг Тольятти». В первый день воркшопа ректор ТГУ Михаил Криштал представил доклад «От брендирования ТГУ к брендированию города». ТГУ уже не воспринимается горожанами только как образовательный центр. Университет – это диалоговая площадка, научно-исследовательский центр, центр инжиниринга и IT-подготовки. Я могу сказать, почему мы заинтересованы именно в развитии бренда «Тольятти». Потому что мы находимся в Тольятти, мы находимся именно на этой территории. И от привлекательности этой территории зависит то, кто к нам придет учиться. Мы пытаемся прийти к университету, который реализует три миссии образования, наука и инновации, но еще при этом реализует и четвертую миссию – миссию развития территории. То есть университет как драйвер развития территории. Постепенно складывается вот такой бренд университета. Это, я надеюсь, что он уже начинает складываться, инновационный предпринимательский цифровой университет, у которого должен быть в том числе и кампус со смарт-функциями, открытый в город. А это и городская архитектурная доминанта, это место притяжения горожан, это вот такая дискуссионная площадка, на которой можно обсуждать пути развития города, и в том числе его бренд. То есть еще раз, бренд – это то, что мы есть, это то, что о нас говорят, это то, что мы сами о себе говорим. Поэтому я понимаю, что нужно выявить вот тот набор клише, который есть, нужно выявить те образы, к которым мы стремимся, понять, как эти образы реализователи, насколько они вообще, говорят, достижимы. И надо все-таки задуматься о том, как сделать так, чтобы мы сами о себе начали правильно говорить, и чтобы о нас начали правильно говорить. Бренд опорного ТГУ обновился. Сегодня это предпринимательский цифровой университет. Новации выходят за пределы вуза и становятся доступными для горожан. На мой взгляд, мы проигрываем не конкуренцию вузов, а конкуренцию городов. И для того, чтобы сделать так, чтобы в наш университет приходили учиться и желали учиться выпускники, лучшие выпускники школы, не только Тольятти, но и других городов, нужно сделать так, чтобы город был удобный для жизни, чтобы здесь хотелось оставаться, жить и работать. Поэтому нам нужен ребрендинг города. Мы от ребрендинга университетом постепенно приходим к необходимости ребрендинга города. То, что студенты хотят в этом участвовать, то, что студенты начинают вкладывать себя в понимание города, мне кажется, это очень важный знак того, что вы, как студенты, вы, как граждане этого города, вы здесь останетесь. Потому что если люди вкладывают свою душу, свое сердце, свои мысли, свои эмоции, свои впечатления в то, что они делают, почти наверняка они здесь останутся, и они будут это ценить, холить, лелеять и всем рассказывать. Из этого сложится та генерация населения Тольятти, которая уже будет не думать о это, а просто жить в том красивом, креативном, современном городе, который они сами себе создали. Вот это важно. Открытую лекцию «Турин и ребрендинг» прочел архитектор, координатор ассоциации YLDA Paratissima Роберто Альбана. Помимо итальянского названия нашего города, у Тольятти и Турина много общего. Специалисты концерна «ФИАТ» помогали в строительстве автоваза. У Тольятти и Турина схожий ландшафт. Наличие крупной реки, цепи гор, массивно-лесной зоны. Оба города имеют индустриальный статус. В обоих проводятся крупные спортивные мероприятия. Опыт успешного ребрендинга Турина может быть полезен и для Тольятти. Процесс должен начаться с жителей города. Любой проект жив, только если в него верят все участники процесса. Не может быть отдельно города и отдельно горожан. Эти элементы взаимосвязаны. Если городу нужны изменения, они должны приходить не сверху, а снизу от жителей города. Важная часть международного воркшопа – это работа в группах. Руководили группами тьютеры – Александр Старков, Антон Иванов, Роберто Альбана и Марко Резидори. В самом начале необходимо было понять, что горожане действительно хотят изменить в Тольятти. Мне кажется, что здесь есть две вещи составляющие этого, безусловно, развития города как такового силами муниципалитета, властей и, главное, усилиями жителей. Это та программа, которая должна происходить в городе и формироваться во всех его отраслях, начиная благоустройством и заканчивая туристической инфраструктурой, спортом, технологиями и так далее. А брендинг города уже является маркетинговым инструментом, который, конечно, нужен сегодня в условиях конкуренции городов за человеческий капитал, за молодых людей, за то, где они будут жить, где они будут работать. И здесь нужно об этом думать, об этом размышлять. Тем более, что на площадке ТГУ, главного института Тольятти, мне кажется, это очень правильная инициатива и своевременная. У каждой проектной группы свои подходы и методика командной работы. Промежуточные идеи были разными. Усиливали плюсы города, сосредотачивались на природном богатстве нашего края и развитии туризма. Даже предлагали проложить через Тольятти новый шелковый путь, сделать наш город центром международных связей. Осмыслили характер нашего города и предложили его обозначить как объединенные штаты Тольятти. Ведь каждый район неповторим и имеет свою историю. Мы решили провести воркшоп, потому что сейчас в Тольятти проходит разработка стратегии города. Таким образом, у города появляется новый вектор. Мы выбираем себе новое направление развития. Следовательно, наше понимание себя, наша оценка внутренних ресурсов, наше позиционирование должно смениться как для нас самих горожан, так и должно измениться наше представление вовне. То есть сейчас явно есть проблемы с нашим позиционированием вовне и нашим восприятием себя. Следовательно, мы должны пересмотреть эти позиции, выстроить новую стратегию и начать путь в светлое репрендированное будущее. И сейчас коллеги из Турина приехали поделиться именно своим опытом. Это не означает, что мы как кальку его воспримем и перенесем на Тольятти, совершенно нет. Они просто хотят показать, как сделали они, а мы должны придумать, как мы можем сделать мы. Формат воркшопа подразумевает постоянную рефлексию проделанной работы и актуализацию накопленной информации. Благодаря современным технологиям состоялась лекция «Методология городского ребрендирования» директора студии дизайна и бренд-маркетинга «Белиссимо», основателя и президента проекта «Оупен Хаус Турин» Луки Баларини. После нового знакомства с итальянским опытом ведения ребрендинга участников воркшопа ждала рабочая инструкция от Александра Старкова. Александр – эксперт в области креативных индустрий. Он рассказал, кто такие городские герои и показал на примерах, что значит хороший и плохой ребрендинг. И вновь групповая работа. Идеи проектов по ребрендингу Тольятти – от зеленой экономики до фестивального города. Все хотят изменений. Обновить архитектуру Тольятти, улучшить систему утилизации мусора, наполнить культурную жизнь новыми фестивалями и концертами. Если мы смотрим в Европу, как города развивались и как они перестроились после того, как такой большой кризис случился в них, мы можем взять Турин как город, который уже был, ну, как нарратив, который уже был заложен в этом городе, как модель для того, чтобы запустить какие-то процессы. Как модель не значит, что мы один на один делим то, что будет сделано Турин, потому что совершенно другие контексты. Но можно запустить снова такой, перезагрузить такое сотрудничество и снова понять или, ну, что какие-то лекции выучить у них, потому что они уже пережили, выжили этот момент и успешно прошли через этот большой кризис. И сегодня можно сказать, что Турин, ну, город, который выздоровеет всех. А Тольятти, в общем, в таком глубоком кризисном состоянии. И поэтому, в общем, можно и запустить, перезапустить такое отношение между этими двумя городами. Университет, в свою очередь, и мы это видим в том, как вообще ставит себя ТГУ здесь, и то, как об этом говорит ректор, хочет играть роль в развитии города. И, на мой взгляд, это, ну, скорее удивительно, чем правило, потому что обычно университет по разным причинам скорее выключен из города, чем в него включен в его жизнь. И в этом плане амбиция, развивая университет, развивать город, она довольно интересная. И то, что именно университет является инициатором подобных историй, говорит о том, что это все не просто слова, и что за этим стоит, ну, пока какое-то размышление, которое может превратиться в дело. Старт финальному дню воркшопа дала лекция «Турин. Событийная столица Италии». Спикером вновь выступил Роберто Альбана. Многие постройки Турина утратили свое значение и их стали использовать для других целей. Например, на крыше автомобильного завода «Фиат» теперь проводят гоночные турниры. В заброшенных зданиях создаются пространства для художественных выставок. Если раньше Турин был лишь автомобильной столицей Италии, то теперь это столица моды, вина, а благодаря горным курортам еще и столица итальянских Альп. Итогом воркшопа стали предложения рабочих групп по изменению позиционирования Тольятти. Их действительно прозвучало много, но в основном акцент сделан был на темах «Люди города», «Городская инфраструктура» и «Природа». Участники групп воркшопа представили следующие векторы развития. Тольятти как город здоровья, экология и туризм, развитие городских центров, усовершенствование кампуса ТГУ. Мы доработаем результаты для того, чтобы презентовать их в рамках форума «Тольятти – город будущего». И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И сейчас это не пустые слова, потому что все, кто вложил свои идеи и зажегся, мы хотели бы вас видеть в центре урбанистики с дальнейшим желанием и энергией продолжать эту работу. Ребрендинг города – это целый комплекс. Предложения участников международного воркшопа «Ребрендинг Тольятти» могут найти свое продолжение в будущем. Тема брендирования города будет затронута на пятом международном форуме «Тольятти – город будущего». В нем самое активное участие примут представители Тольяттинского государственного университета.